Детям нужен переход. Такое требование выдвинули родители учеников 5-й гимназии города Кизелюрт. Здесь ежедневно более 500 школьников вынуждены ходить на учебу, минуя все преграды и переходя железнодорожный переезд в непредназначенном для этого месте. И родителям, отправляя своего ребенка в школу, остается надеяться на его внимательность. С проблемой ознакомился наш корреспондент Карим Даниев. Жители поселка Новый Сулак обеспокоены. По дороге в школу детям приходится преодолевать небезопасный участок пути по железнодорожным рельсам. Пешеходный переход здесь не оборудован, а любая ошибка или невнимательность со стороны ребенка может привести к трагедии. Поезда здесь курсируют с высокой частотой, а опасные прецеденты уже случались. Те, которые живут на той стороне, постоянно переходят здесь. И в магазин, и в детские сады, и в школы дети, и родители. Раньше здесь чуть лучше была дорога и настил. Теперь ее тоже нет. Много детей переходит, да, здесь? Да, да. Много, конечно, там столько улиц перегона, Чапаева. Ну, где-то 500 человек. Да. И здесь же 3-4 улицы еще. Они с той стороны переходят сюда и отсюда идут. А давно эта проблема существует? Да. Сколько лет? Сколько я знаю, сколько я работаю. Я не учитель. Ну, лет 40 с лишним. Сколько лет назад мальчик переходил сверху состава и, видимо, рюкзаком зацепился за этот. И долго лежал в больнице, ему пересадку делали. Ну, слава богу, выжил. И так каждый день. Родители на свой страх и риск отправляют детей в школу с надеждой, что их чадо будет внимателен при переходе через железнодорожные пути. С просьбой обратить внимание на их проблему, жители поселка обратились в Общероссийский народный фронт. А они, в свою очередь, сегодня провели выездное мероприятие с участием специалистов железной дороги. Создана комиссия. Приехали представители РЖД, администрации города, руководство школы, родительский комитет. И при этом мы обсуждали самую такую проблему. Пришли к одному мнению, что на данной территории представители РЖД нам обещают совместно с представителями администрации города поставить пешеходный переход и дорожку, также освещение. Надеемся, что в ближайшее время будет данная проблема снята, что наши дети, имеют свои дети в ближайших улиц, сел, будут спокойно переходить по данной дороге в школу и в садики. Данный вопрос взят на рассмотрение. Специалисты РЖД идут навстречу жителям поселка Новый Сулак и совместно с администрацией планируют оборудовать полноценный пешеходный переход. Ну а сроки выполнения работ пока остаются под вопросом. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кизелюрд, поселок Новый Сулак.